Глядя на эти работы сложно представить. Все они написаны рукой не мастеров. Творчество представлено на экспозиции, кропотливый труд студентов Института третьего возраста. Кто-то год, а кто-то и чуть более постигает этот вид искусства в учреждении. Результат впечатляет, но и этому есть свое объяснение. Руководит творческим процессом, подсказывает и направляет талантливый художник Валентин Балденко. Преподаватель живописи даже задает домашние задания своим студентам. Наши студенты, как дети, приходят регулярно на занятия и делают домашние задания. И кто-то за три года, кто-то за два, за пять даже на ученице есть. Они уже научились многому, и их работы с удовольствием зрители посмотрят. На выставку было отобрано порядка 60 работ. Каждый художник представил свои идеи на разные темы. Зимние и весенние пейзажи, городские мотивы, величественные постройки, символичные места, красочные аллеи, изобилие натюрмортов, портреты. Посетителям удалось восхититься глубиной мысли начинающих художников. Широту их фантазий, индивидуальным подходом каждого к работе. Приходят люди, которые когда-то в школу, в школе научились учиться. И они по жизни, как и я, допустим, до сих пор продолжаю учиться. Так и они. Они пришли учиться сюда и это делать с желанием. Если я кому-то одному рассказываю об ошибках или как это должно быть в живописи, то прислуживается вся аудитория. О старательности студентки Института третьего возраста Александры Журавлёвой говорят ее работы. У женщины проблемы со зрением, однако огромное желание творить сделало невозможное. Научилась маслом писать. И очень так хорошо у меня маслом получается. И пастель новую технику освоила. Акварель мне пока не удается. Интереснее гораздо в студии рисовать. Там кто-то подскажет, что не так, что удалось. А дома сам, собственно, высоко. Мне это трудновато. Студентам педагога Валентина Балденко от 50 до 78 лет. Все они люди творческие, стремящиеся постигать что-то таинственное и неизведанное. Такая выставка для них – существенный шаг вперед на пути к новым вершинам творчества. Задумок у каждого масса. Воплощение их в жизнь задача осуществимая, судя по тому, насколько велико желание творить. Продолжение следует...